Это пока только предложения, но они вполне заслуживают внимания, а наиболее креативные вправе рассчитывать на успех. Молодые архитекторы предлагают, как восстановить городские скверы, которые в советские годы были лицом города, но впоследствии оказались в заброшенном состоянии. И в центре каждой композиции фонтан. Ольга Цанских разработала проект реконструкции площадки на улице Красноармейской возле офицерского дома. Преображенный сквер у офицерского дома должен стать визитной карточкой города и создавать первое впечатление для гостей, поскольку находится как раз на пути от вокзала к историческому центру. И ключевым объектом этой площадки может стать фонтан. Причем архитекторы предлагают сделать не одну форсунку, как было раньше, а целый комплекс гидротехнических сооружений. Туда, где сегодня засуха и ржавые трубы, должна вернуться вода. Причем, согласно проекту, в итоге этот сквер мог бы украсить завершенный архитектурный ансамбль. Мы пытались в проекте оживить этот фонтан, привнесли новые функции в него. То есть, кроме того, что он составляет ансамбль возле дома, добавили сюда еще ленточные два фонтана, длина которых достаточно значительная, вода в этих ленточных фонтанах имеет небольшой уклон. Эти фонтаны можно будет использовать зимой в виде горки. В Самаре этим летом работали 33 фонтана. Есть восстановленные, но есть и пока заброшенные. К 2018 году многие из них должны заработать вновь. Студент Михаил Мятежин предложил восстановить фонтан на пересечении Чапаевской и Красноармейской. Его проект учитывает еще и памятник красноармейцам, а значит, и в оформлении фонтана патриотическая тема Красного Знамени. Всего творческая мастерская «Ожившие фонтаны Самары» представила шесть эскизов на три гидротехнических сооружения. Мы сейчас рассматриваем именно уже существующие фонтаны. То есть, это не какие-то новоделы, это что-то новое. Это именно то, что уже было, но важно сделать так, чтобы оно ожило. Сами архитекторы понимают, что каждый из этих проектов вряд ли будет реализован в этом виде. Но в итоге именно их идеи могут стать основой обновленного вида городских парков и скверов. Олег Зверев, Константин Головин. События.